Девушки отдыхают Он сказал, что этот человек, Меннис Фридман, или любой другой похожий на него, до него или после него, говорил Лошонарал о Всевышнем, сказав такие вещи. Говорил зло против Всевышнего, сказав такие вещи. И не учил полностью эту тему, и мы не можем вообще выражать к нему хоть какое-то почтение. И мы должны выступать против таких людей. И потом он приводит источники со своей гморы. Из каждого трактата аргументируя, почему вся его логика полностью неверна. В лучшем случае некорректная и совершенная ересь. И он сказал, мы видим, что в море, в трактате Хагига, в самом его конце, там говорится, что люди, которые учат Тору, Талмидей Хахамин, не сгорают в огне. Почему? То же самое, как и есть животное, которое называется Саламандра. Это животное, похоже на дракона, которое не сгорает в огне. И он говорит, что Талмидей Хахамин, которые изучают Тору, не будут гореть в гейноме. Если вы учите только это и больше ничего, то вы будете сбиты с толку. Вы скажете, подождите-ка, еретик прав, Мэннис Фридман прав. Но Маорис говорит, нет, мы так не учимся. Вы не можете учить только один отрывок из Торы и основывать все ваше знание Торы на этом единственном отрывке. Вы должны полностью изучить всю тему. Вы должны полностью изучить всю тему, чтобы увидеть, что говорят другие гмород. Что говорят другие по ским, что говорят в других бедрашах. Вы должны изучить весь спектр. Невозможно понять всю Тору, указав на одну определенную идею или слово, сказав, в этом заключается вся Тора. Это так не работает. Вы должны полностью разобраться во всем вопросе. Он говорит, посмотрите-ка на то, что говорит Гмора. Она не просто говорит, что Саламандра не сгорает в огне. Она также говорит, что как только Саламандра выходит из огня, она сразу же умирает. И потом он сравнивает ее с Талмидей Хахамим, которые изучают Тору. Почему? Потому что Талмидей Хахамим изучают Тору, которая похожа на огонь. Пока эти Талмидей Хахамим соединены с Торой, то есть соединены с огнем, ничего не может причинить им вреда. Но в тот момент, когда они отставляют Тору, в тот момент, когда они начинают совершать грехи, это больше не огонь. Они вышли из огня, разумеется, они обожгутся. Огонь гейнома причинит им вред только если они не изучают Тору. Но если же они изучают Тору, тогда огонь гейнома не может причинить им вреда. Если вы совершаете грехи, то без сомнения вы не соблюдаете Тору. В этом и заключается проблема. Очень часто эти еретики, эти продавцы масла постоянно ищут, чем бы ввести публику в заблуждение. Это происходит либо из-за их невежества, либо из-за их нечестивости. И другой пример будет таким, и мы закончим на этом. Еретик привел еще один источник. А вот и Раби Натан, сказав Раби Шимон бар Йохай, автор Зуар сказал Народ Израиля не увидит гейном. Сыны Израиля не увидят гейном. Вот и все. Ярона Ревуина, мусорное ведро, Тору, мусорное ведро. Все в мусорное ведро. Посмотрите, Раби Шимон, он будет моим раввином. Я буду ездить каждый год Мирон к Раби Шимону. Пока я буду ходить к Раби Шимону, все будет хорошо. После того, как он отправил нас в изгнание на две тысячи лет, после того, как он дал нам дурное начало, после того, как он создал грехи, он будет наказывать нас, если мы совершим грех. Это звучит просто ужасно. Он просто монстр. Это неприлично. Это то же самое, как винить жертву. В настоящее время, из-за того, сколько длится изгнание, в мире нет ни одного еврея, который заслуживает наказания. Не имеет значения, что он делает. Хахамим говорят, нет, нет, это так не работает. Вы не можете просто учить одно предложение и делать вывод, что это вся Тора. Учите предложение, которое было до этого. Учите предложение, которое идет за ним. Учите предыдущую страницу. Учите следующую страницу. Учите предыдущую гмору. Учите следующую гмору. Но в этом случае это даже легче. Это конкретно следующее предложение, которое это объясняет. Там говорится, на что это похоже. На что это похоже. Что это за пример от Раби Шимона Бар-Йохая. Раби Шимон Бар-Йохай. Кто такой Раби Шимон Бар-Йохай? Раби Шимон Бар-Йохай написал Зуар. Почему именно Зуар связан с этим вопросом? 90% подробностей, которые мы знаем о гейноме, я сказал бы 70% подробностей, которые мы знаем о гейноме, их источником является Раби Шимон Бар-Юхай. Как же может быть, что с одной стороны он в подробностях описывает каждый уровень гейнома, и здесь в небольшом предложении он говорит, что гейнома не существует? Как это может быть? Ответ будет таким. Он говорит, на что это похоже? Это похоже на следующую ситуацию. Люди пришли к королю и арендовали у него участок земли, который был очень плохого качества, чтобы быть фермерами и сдольщиками, взамен отдавать ему определенное количество пшеницы за год. Он сказал, хорошо, я дам вам этот участок земли, вы должны дать мне 10 корн, давайте назовем это 10 тонн пшеницы каждый год. Вот такая сделка. Эти люди, эти фермеры и сдольщики взяли землю, удобряли ее, культивировали ее, поливали ее и удаляли сорняки. Но, несмотря на их усилия, почти ничего не выросло, только один корн, только одна тонна. И король сказал им, что это такое? Ведь вы мне обещали 10. Почему только один? И фермеры и сдольщики сказали, ваше величество, послушайте, вы же знаете, что участок, который вы дали нам, очень плохого качества. Вы же на самом деле знаете, что это должна быть автостоянка, а не место для выращивания урожая. Никто не хотел этот участок, вы же знали это. Но мы все равно старались, мы ухаживали за этим участком, мы поливали его, мы удобряли его, мы выдирали сорняки, и что мы можем поделать? Ничего почти не выросло. И король сказал, о, вы делали все это? Тогда никаких проблем. Сейчас я знаю, что вы делали все это. Хохамим говорят, таким образом мы прибываем к святому благословенному. Таким образом мы прибываем к святому благословен он. Он дал нам тело, которое хочет совершать грехи. Он дал нам дурное начало, которое хочет заставить нас грешить. Он поставил нас перед неравной битвой. Ицерара, этот гигант, умный, большой, сильный и все такое. У нас есть тело, которое хочет весь день следовать за Ицерара. Хотя на самом деле это недостаток, это недостаток, это нечестно. Он большой, мы маленькие и все такое, это нечестно. И вы придете к святому благословенному после того, как учили Тару, выполняли заповеди и все такое. И святой благословен он скажет, подождите-ка, ты сказал, что ты будешь исполнять все эти заповеди, ты закончишь сейчас, десять раз. Ты сделаешь все эти великие вещи, что ты сделал. Одну заповедь, что ты сделал. Вы скажете святому благословенному, что я мог поделать, ты дал мне тело, у которого есть все эти нужды. И у Церара есть разные способы манипулирования. И я совершил все эти грехи, но посмотри, я пытался. Что я пытался? Я удобрял почву, я учился, я исполнял заповеди, я работал над моими чертами характера. Вода символизирует Туру. Я полностью прекратил совершать большие грехи. Да, может быть я совершаю какие-то грехи, но небольшие. И Всевышний скажет нам, о, вы старались, вы учили Туру, вы исполняли заповеди, вы работали над вашими чертами характера, вы давали цдаку. Хорошо, у вас есть несколько небольших грехов, это не проблема, я разберусь с этим. Вот что имеет в виду раби Шимон. Но с другой стороны, что произойдет, если эти фермеры-издольщики придут к королю, и он скажет им, вы сказали, что вы должны были мне десять, и вы ничего не дали мне. Вы ничего не дали мне. Они скажут, да, ваше величество, это было слишком тяжело, и поэтому мы ничего не сделали. Скажет ли король в этом случае, что все хорошо? Нет. Потому что вы даже не пытались. Если мы придем к святому, благословен он, и скажем ему, послушай нас, Всевышний, у нас есть нужды, у нас есть желания, у нас есть столько всего, так что мы подумали, что ничего у нас не получится. Мы будем просто следовать за Меннисом Фридманом вместо тебя. Мы будем следовать за всеми еретиками, мы будем делать все, что захотим. Вы думаете, что Всевышнему это все понравится? Раби Шимон Бар-Йохай сказал, нет. Если вы сделали все, что в ваших силах, вы учили Тару днем и ночью, как вы и обязаны, вы исполняли заповеди, как вы и обязаны, вы работали над вашими чертами характера, как только могли, вы держались подальше от больших грехов, как только могли. Даже если вы иногда ошибались там и тут, Всевышний говорит, не волнуйтесь, все хорошо, я выручу вас. Немного страданий тут, немного страданий там, вы за все должны заплатить. Но в конечном счете вы будете со мной в Ганн-Эдене. Почему? Потому что вы пытались сделать все, что в ваших силах. Но если вы даже не пытались, то тогда вам не место в Ганн-Эдене. Потому что все люди, которые приходят в Ганн-Эден, все души, которые находятся в Ганн-Эдене, пожертвовали всей своей жизнью, чтобы попасть туда. Я не могу просто впустить вас туда. Если человек учит только первое предложение, сказанное Раби Шимоном, Вавод де Раби Натан, конечно, он будет сбит с толку. Конечно, он будет слушать Менниса и всех его друзей. Конечно, он будет слушать всех еретиков, даже тех, которые жили 200 лет назад. Почему это сбивает с толку, что означает, что никто не попадет в гейно? Но это неправильный способ изучения Тары. Вы не учите Тару из одного стиха, одного предложения или из одной вещи. Вы должны изучить всю тему каждый день без преувеличения. Если кто-то посылает мне имейл или текстовое сообщение, или связывается со мной каким-либо другим образом, я думаю, что в конечном счете они будут посылать мне голубей. Каждый день со мной связываются тем или иным образом, пытаясь доказать что-то, что мы учим совсем неправильно. Каждый день, Иштабак Шимо, никто не достиг успеха, и никто никогда не достиг успеха в этом. И на чем они все это основывают? На одной вещи, которую они обнаружили и которая сбила с толку. Но они так не думают. Это выглядит так, как будто вы можете отменить многие часы, потраченные на уроки, из-за одного стиха, из-за одного предложения, которое они даже сами не поняли, из-за одного комментария, из-за одного мнения. В Таре все так не работает. В Таре вы должны изучить всю тему. И вся тема очень-очень ясна. Когда вы видите, что в Таре, что там говорится, что есть награда и наказание, до такой степени, что Всевышний говорит, что это основа, без концепта награды и наказания Тара просто не существует. Именно поэтому Рамбам пишет, если человек не верит в то, что есть награда и наказание, то он считается апикорсом. Он еретик. Его нельзя считать в Миньяне. Он не может участвовать в религиозной еврейской церемонии. Это очень серьезный статус. Он считается миссионером. Вы понимаете это? Говорить против него Лашон Ара считается митсвой. Это совсем не грех. Это одна из вещей, которые нам надо учить. Когда Рамбам пишет, что вы должны учить Тару, вы должны учить ее каждый день. Вы должны применять ее к своей жизни. Это то, что он также имеет в виду. Потому что иногда существует два вида Таре. Есть истинное и есть ложное. Если вы видите или слышите ложь, Маориц и другие пацким говорят, что человек должен бросить эти учения. Должен бросить эти учения и должен выступать против них. Потому что он должен прекратить Хилюляшем. Когда человек, который предположительно знает Тару, говорит вещи, которые наоборот и противоречат Таре, вы должны выступать против этого. Потому что это Хилюляшем. Пока это существует в мире, люди думают, что это истина. Имя Всевышнего оскверняется каждую секунду, когда люди слышат и думают что-то, что он говорит, это правда. И поэтому, когда вы изучаете всю тему, вы видите, что все в ней ясно. Там и не существует двух вопросов и двух мнений. Если все же у вас еще остаются вопросы по этой теме, это означает, что у вас очень серьезные проблемы с учебой. Вероятнее всего, это из-за того, что человек совершает определенные грехи, которые не дают ему или ей изучать истину надлежащим образом. Беизрат Ашем этой истины поможет нам приблизиться к святому благословенному. Поможет нам понять разницу между истиной и ложью. И Беизрат Ашем поможет всему народу Израиля сделать то же самое. Благословенна Данайва Беки. Амен Ве Амен. Благословенна Данайва Беки.